Привет, меня зовут Настя, и сегодня я вам хочу рассказать про мемы, которые вы наверняка уже видели в соцсетях, а вы наверняка сидите в соцсетях, учитывая, что вы смотрите либо YouTube, либо Instagram. В общем, мемы примерно выглядят вот так. Что же значит don't be extra? Ну, давайте сначала разберёмся со значением самого слова extra. В прямом переводе на русский язык это означает дополнительно. То есть, когда вы идёте, например, гуляете в Нью-Йорке по центральному парку, и такие увидели стенд с хот-догами, и думаете, подходите, заказываете хот-дог и говорите То есть, можно ли мне хот-дог, пожалуйста, с дополнительными маринованными огурчиками? Или звоните и заказываете пиццу, и говорите То есть, можно мне, пожалуйста, дополнительный сыр и дополнительную колбаску-паперони на моей пицце, пожалуйста. Но также есть и существительное значение слова extra. То есть, это дополнительный какой-то актёр, который заменит в случае чего на съёмочной площадке. К примеру, Debbie was an extra on Friends. То есть, Debbie как бы была в случае чего с заменой в сериале Друзья. Также можно увидеть слово extra на упаковках. Ну, то есть, экстратонкие или супертонкие. Но давайте всё-таки будем приближаться к самому значению слова extra, которое используется в мемах. Итак, в 2003 году в Urban Dictionary, то есть, Urban Dictionary, это словарь современного английского, американского языка, было внесено значение такое. Грубо говоря, всё это и означает way too much, слишком много, через чур. Excessive, чрезмерное драматическое поведение. То есть, например, когда вам говорят, что вы drama queen, то есть, королева драмы, это you're being a little extra. То есть, вы немножечко через чур себя ведёте. Вот, но дальше, в 2017 году уже было внесено новое значение слова extra. И оно было такое. Doing the absolute damn most with no reason. То есть, делать вообще всё, что возможно, максимально, без каких-либо причин на это. Например, Cardi B. Американская рэперша, номер один в билборде. Кстати, первая исполнительница рэпа, женщина, которая заняла номер один на чартах билборд. Она extra, she's being extra. У неё абсолютно длинные, сумасшедшие ногти with rhinestones, со стразами. Она всегда очень интересно, необычно, даже странно иногда одета. И у неё, её поведение это over the top, really. Ну, то есть, это через чур, ну правда. Посмотрите видосы в инстаграме. Пример ещё один, Snip Dog. Когда его образ Pimp был в моде, вы помните его вот эти вот какие-то сумасшедшие шляпы, мантий в пол, ну, просто какой-то дурдом. Well, Snip Dog was being extra. Так что, когда, например, друзья приглашают вас на вечеринку, dinner party, for example, at home, ну, то есть, какая-то ужин праздничный, но дома, вечеринка такая, и говорят, don't be extra, а ты приходишь весь в glitter, привет Филиппа Киркорова. То есть, glitter это блёстки, у тебя total look, то есть, полный твой лук, это вся, все элементы одежды, они все в блёстках. Ну, это you're being extra. И вот, соответственно, теперь становится понятно значение этого мема. С вами была Настя, подписывайтесь, лайкайте, подписывайтесь на меня, колокольчики, you know the drill, вы знаете, что делать. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!